циркуляр статичный, он не шевелится, так как все остальные кольцо, оно любит в проколе перекручиваться вот так же, поскольку есть вот такие части, они очень сильно травмируют А она легко открывается, да? Ну, на самом деле, да. Ну, удобнее, конечно, брать пинцет, допустим, или вот такие штучки. Засовываем, разжимаем, и она открывается. Это без щелки, без каких-то? Да, вот так наделаем. Вот, да. У нас просто есть удобный инструмент, который делает вот так просто. Как вы вставляете его. Поэтому, в принципе, удобно, если есть что-то, да, что пинцет, а такое, вот, просто удобно. У меня есть какие-то же маленькие, кстати. Ну, отлично. Вот так и пить просто в водичке, можно с содой, можно без. И это, конечно, как-то. Главное, просто стерильность соблюдать все перчатки. Обрабатывать дома тоже можно мирамистином или хрулопексидином. Там, спиртом ничем таким не надо, потому что раздражает сильно слизистую. И еще, как бы, высыпательные реакции бывают. Теперь там максимум этого сверху. Он сейчас обработает, чтобы ничего не заместили. А вот, я читала, там еще с фидрофором делают как-то это? Ну, это необязательно, на самом деле. Хлопексидин, если менять что-то, просто промыть аккуратненько, даже шприцом там. Побрызгать аккуратненько, базой палочкой, и все. В принципе, бушнице. Чуть-чуть будет слизистая отекать, и вот шарички чуть-чуть могут исчезнуть. Это не страшно, так и должно быть. Потом кольцо, абсолютно любая украшенька, в принципе, которая подходит для него, подойдет идеально. Поэтому можно будет, в принципе, если хочется, септум именно циркуляр, его можно на размер больше взять, чтобы он висел. Но сам факт того, что септум делается именно высоко, всегда специально. Те, у кого висит вот так, это сразу можно досвидули. Потому что это неправильно. Так вот идеально, прям все получается. Здесь он у нас тоже идеально. Красота. Кольцо будет сидеть превосходно. Я уверена. Снегучно. Так быстро, что вы стираете? Да. У меня не такая всереда стиральная. Нет, когда в хрящ колят, многие говорят, что ой, это было намного больнее, чем мне первый раз сделали проколы. Я говорю, правильно, потому что у вас в хрящах... Можно еще зафотографировать? Можно еще зафотографировать? Можно еще зафотографировать? Давай, сейчас. Я говорю, что вы будете сделатьpark? ПО ТОТ-ТОНЕЧЕСЬ! ПО ТОТ-ТОНЕЧЕСЬ! Принесторы. ПО ТОТ-ТОНЕЧЕСЬ! Продолжение следует... 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 Игра года В чем была проблема вообще? Нет, я думала Я очень долго думала, что тут еще Все, у тебя еще будет Я дожила, дожила Колечко хочу скорее Я очень счастлива У меня образовался отек на носу Практически сразу Как мне ставили пирсинг И теперь это выглядит так Как будто пирсинг обнимает мой нос Такой Нееет Я тебя не отпущу Никуда обнимашки Давай обнимашки Уииии 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 Месяца я поменяла сережку Ну, немножко болел После этого хрящик вот тут На месте прокола Но сейчас В основном он уже не болит у меня Если тоже надавливаю Вот так Слегонца может быть чуть-чуть Чувствуется, но как бы Нет, вообще не болит у меня носик Через несколько дней Будет получается 4 месяца Как я проколола себе септум И Чувствую я себя хорошо Довольно Единственное Единственное Конечно, что приходится Мне его промывать Периодически Каждые два дня Потому что Появляется запах Требующий чистки Потому что там все еще Обновляются ткани Какие-то Процессы происходят Но это, в принципе, как с ушами То же самое Проколотые уши То же самое Нужно их чистить Так же, как вот И здесь прокол Вот Так что такая история Моего прокола Моего септума И я довольна Уже настолько привыкла Что как будто так было всегда И с первого дня Было так, как будто Было всегда Поэтому Да Я рада Я рада Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!